Пандемия в 2020 году сильно ударила по компании Disney, так как ее бизнес связан с парками развлечений и фильмами, которые они крутят по кинотеатрам всего мира. Наверняка вы тоже смотрели или хотя бы слышали об «Мстителях». Но с этой пандемией, когда людей посадили по домам и никто никуда не выходил, их парки простаивали, а производство фильмов было приостановлено. Но это не помешало акциям компании расти бешеными темпами в 2020 году после падения рынка. В принципе, как и весь фондовый рынок, после дна рынка почти за год они выросли на 129%, и цена за акцию на своем пике доходила до 197 долларов. Тогда как раз популярность начали набирать стриминговые сервисы типа Netflix, которые обеспечивали людей онлайн-контентом, чтобы те могли скоротать свое время во время локдаунов. Ну и соответственно, Disney тоже решил не отставать и выкатил свой сервис под названием Disney+. Согласно последнему отчету, на платформе уже 137 миллионов подписчиков. В этом видео мы с вами пройдемся по бизнесу компании и ее финансовому состоянию, и потом рассчитаем реальную стоимость одной акции Disney, чтобы решить, стоит ли их покупать сейчас. Всем привет, меня зовут Ирнар, и это канал про инвестиции, личные финансы и финансовую независимость. Здесь на канале я обычно разбираю компании и делюсь другой информацией из мира инвестиций. Если вам интересны эти темы, то обязательно подписывайтесь на этот канал, а также на мою страничку в Инстаграме. Также у меня есть страница на Патреоне, где мы оцениваем по 3 компании в поисках недооцененных акций. И надо сказать, наши поиски дают свои плоды. Если вы тоже хотите получать больше оценочных видео и самое главное, уменьшить свои риски на фондовом рынке, то подписывайтесь туда и поддержите канал. Ссылка будет в описании, буду вас рад там видеть. Кстати, 8 июня в Алмате пройдет мастер-класс как раз на тему инвестиций в кризис, как новая точка роста. Спикерами будет Альбек Жаласбаев и Батархан Елемес, ребята, которые продвигают финансовую грамотность в Казахстане. Также там будет и приглашенный гость Арман Баев, основатель платформы для инвестиций в недвижимость ProPortunity. Все контакты и ссылки для записи оставлю внизу в описании под видео. Компания Disney вместе со своими дочерними организациями представляет собой диверсифицированную всемирную развлекательную компанию. Она владеет правами на некоторые из самых известных персонажей мира, от Микки Мауса до Люка Скайуокера. Эти и другие персонажи представлены в нескольких тематических парках Disney по всему миру. Также компания снимает художественные и анимационные фильмы на таких студиях, как Pixar, Marvel и Lucasfilm. Компания подразделяет свой бизнес на два сегмента. Первый – это Disney Media и развлечения, и второй – это Disney Parque и товары. Сегмент Media и развлечения охватывает производство и прокат кинофильмов и телесериалов. Сюда же входят медиасети ESPN и стриминговый сервис Disney+. Второй сегмент «Парки и товары», как и говорит само название, включает всем известные парки развлечений Disneyland, тематические курорты и круизы, а также потребительские товары. Туда входят все лицензионные продукты в виде игрушек, журналов, комиксов и других товаров с брендом компании. Сейчас акции Disney стоят 103 доллара. С начала года они в минусе на 34%, а за год упали почти на 41%. За последние пять лет они тоже в минусе на 5%. Как я и говорил в начале, на пике в марте прошлого года она стоила в районе 200 долларов. Теперь давайте взглянем на финансовые показатели компании. Рыночная капитализация Disney при ее нынешней стоимости составляет 188 миллиардов долларов. Значение коэффициента или же мультипликатора P&E составляет почти 71. Среднее значение за последние пять лет – 33. Это значение показывает, сколько готовы заплатить инвесторы за 1 доллар прибыли компании. И смотря на это значение, надо сказать, что они довольно-таки высокие для компании таких масштабов, учитывая то, что у нее особо нет такого потенциала для бешеного роста. Компания не выплачивает дивиденды, но до пандемии они вроде выплачивали. Ей пришлось их отменить, как и многим компаниям в то время. Return on Invested Capital или же рентабельность инвестированного капитала у Disney за последние пять лет равняется почти 3%. Это довольно-таки маленькое значение. Мы хотим, чтобы он был выше хотя бы 9. Теперь посмотрим на отчеты о доходах. Выручка компании за последний год составила 67.42 миллиарда долларов. Пять лет назад было 55 миллиардов. Рост составил 22%. А за 10 лет выручка увеличилась всего на 59%. Если посмотреть по сегментам, то медиа и развлечения принесли за последний год 50.8 миллиардов долларов. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 5%. Второй сегмент – парки и товары принесли 16.5 миллиардов, что на 3% ниже, чем в предыдущий год. При таком раскладе на долю первого сегмента приходится почти 75% от общей выручки, а остальные 25% на долю второго сегмента. Теперь перейдем к чистой прибыли компании. За последние 5 лет она упала с 9 миллиардов до 2. Но это и неудивительно, учитывая, что в 2020 году у них был застой. В том году у них и вовсе был убыток. Так что они еще только начали восстанавливаться. Далее мы смотрим на количество акций в обращении. Покупая акции, мы как бы становимся совладельцами доли компании. Если она решит выпускать еще больше новых акций, то нам как бы придется делить прибыль компании с еще большим количеством человек. И это сократит нашу долю в компании. А если же наоборот компания будет выкупать свои акции, то наша доля будет увеличиваться. Так что второй вариант нам более благоприятен. 5 лет назад у Диснина было 1,5 миллиарда акций в обращении. А к концу прошлого фискального года количество акций составило 1,82 миллиарда. То есть увеличилось примерно на 16%. Это тоже можно понять, потому что их акции были переоценены и стоили дорого. Так что им было проще выпускать эти акции, нежели брать в долг. Следующее мы смотрим на свободный денежный поток или же free cash flow. Это свободные деньги, которые остаются у компании после всех трат на поддержание бизнеса. Эти деньги компания может потратить на выкуп своих акций обратно, на выплату дивидендов, погашение долгов, реинвестирование в свой же бизнес или же для поглощения других компаний. Показатели денежного потока похожи на прибыль. Здесь он тоже упал за 5 лет. Среднее значение за этот период составило 5,17 миллиардов. Теперь нужно оценить долги компании. Ведь компания с меньшим долгом имеет больше шансов пережить кризис, нежели компания с большим долгом. И для этого мы возьмем среднее значение денежного потока за 5 лет и умножим его на 5. И это нам даст примерно 25,8 миллиардов. Теперь мы хотим, чтобы их долги были ниже этого значения. Сейчас долгосрочных обязательств у компании на 70 миллиардов долларов. Это очень много. Давайте также взглянем и на текущие активы, что по сути можно приравнять к наличным. Их у компании на 33 миллиарда долларов. Немало, но долгов все равно много. Итак, по финансовым показателям мы с вами прошлись. Теперь давайте высчитаем справедливую цену, которую мы готовы заплатить за такую компанию при нашей желаемой доходности. Сделаем предположение насчет будущего роста компании и на основе этого высчитаем эту цену. Так, тут показывает, что за последние 10 лет выручка росла на 6% в год, а за последние 5 лет по 7%. Как вы видите, компания особо не растет. И об этом я как раз таки говорил, когда сказал, что ПНЕ у нее слишком большое для такой компании. Ведь чем выше ПНЕ, тем должен быть больше и потенциал для роста. А рост на 31% в прошлом году, Ну, здесь мы с вами должны понимать, что в первую очередь такой рост обусловлен тем, что за год до этого выручка упала из-за ограничений в мире. А сейчас, как бы, парки открываются, кинотеатры начинают работать, и выручка возвращается. Так что такой темп роста вряд ли будет продолжаться долго. Для будущего роста мы с вами возьмем 3 сценария. 5, 7 и 9%. 9% может быть даже слишком оптимистично. Но давайте посмотрим. Если примерно посчитать, то выручка за последний год компании составила 67 миллиардов долларов. И при росте 5% в год в следующие 5 лет, ее выручка должна увеличиться примерно до 86 миллиардов. А при росте 9% в год до 103 миллиардов. Маржу прибыли возьмем 8, 9, 10%. Маржу свободного денежного потока сделаем 7, 8, 9. Для ПНЕ возьмем значение 14, 16, 18. Для денежного потока сделаем то же самое. Желаемую годовую доходность, как обычно, ставим 12%. Так как инвестируя в отдельные акции, мы берем на себя дополнительные риски. Поэтому и ставим желаемую доходность выше, чем нам в среднем может предложить рынок. Плюс это еще наш запас безопасности на случай, если мы ошиблись в своих подсчетах. Если не хотите тратить свое время и силы на анализ компании, то вы всегда можете выбрать более пассивный способ инвестирования через индексные фонды на широкий рынок, также известный как ETF. Покупая одну акцию такого ETF, вы как бы сразу покупаете кусочки нескольких сотен, а то и тысяч компаний, что уменьшает ваши риски. К примеру, ETF на S&P 500 в среднем в год дает 9-10%. Итак, на основе наших предположений мы с вами получаем следующие цифры. При наших самых высоких ожиданиях справедливая цена от Дисней примерно 85-76 долларов за акцию. То есть купив ее за такую цену, мы можем надеяться на доходность 12% в год, если все наши предположения окажутся верными. Сейчас же акция Дисней стоит 103 доллара, то есть они все еще переоценены. При средних расчетах реальная цена где-то 64-57 долларов, а при самых низких ожиданиях реальная цена опускается до 47-41 доллара. Теперь сразу давайте глянем на то, что думают аналитики про будущий рост компании. Здесь они ожидают рост на 42% в год в следующие 5 лет. 42% это, конечно, мощно, не знаю откуда такие цифры, но давайте попробуем ставить и посчитать. При таком росте справедливая цена уже будет в районе 292-263 долларов. Если это так, то нужно сметать эти акции с полки, пока они есть. Также можно проверить, что аналитики думают насчет целевой цены Дисней. На основе оценки 23 аналитиков рейтинг акций сложился в районе покупать, а по ценам они довольно-таки оптимистичны. Цены варьируют от 130 долларов за акцию до 229, со средним значением 174 доллара. По их мнению акции Дисней сейчас недооценены. Но это ни в коем случае не повод для покупки акций Дисней. Всегда нужно проводить свой анализ, так как это ваши деньги. А пока Микки Маус кажется немного дороговатым. А что думаете вы? Напишите в комментариях, как думаете, акции Дисней переоценены или все же недооценены? А также не забывайте подписываться на канал, ставить на колокольчик, чтобы не пропускать будущие полезные ролики на канале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Ярнар, увидимся в следующем видео. Всем пока!